Представьте, если бы яролазь снимали по Чернобылю, Синичкин, не идёте, Наташу, за хвостик. А вы говорите, нормальная экология. Перед учащимися пяти городских школ стояла непростая задача изобразить в комических миниатюрах глобальные экологические проблемы. Команда ещё раз 8-го лицея получила за конкурс-визитка высший бал. Это и помогло призёрам двух прошлых лет вновь завоевать первое место. Надо все шутки подгонять под тем. В этом году была тема кино и экология. Надо было и про то, и про то шутить. Это было достаточно сложно комбинировать между собой шутки. Эко-КВН завершил череду мероприятий в рамках конкурса школьных экологических проектов «Перм. Мастерская будущего», который проводится по инициативе «Лукойл. Перм. Нефть. Орг. Синтез». В течение года ребята занимались различными исследованиями в этой области. Например, изучали влияние окружающей среды на свойства мёда. Затем защищали свои проекты. Сам конкурс проходит уже десятый год, а вот эко-КВН – третий. Это уже конец второй четверти, ребята устали. Но, тем не менее, вот эта разрядка, она помогает, в том числе и учебному процессу. И ещё раз ребята возвращаются к экологической теме. Пытаются с юмором, с определённой искоркой относиться к этой проблеме. Могу сказать, что шутки, есть доля шутки только, да. То есть, все вопросы, которые здесь поднимались, они, конечно же, очень важны, нужны. И ребята о них должны знать. В следующем году круг школ участников станет ещё шире, пообещали организаторы. К конкурсу и игре присоединятся и команды из других пермских школ. Евгения Караксина, Мария Грязнова, Телевизионная служба новостей.